Привет всем, с вами Джексон, и сегодня будет очередной обзор посылки из Китая. На этот раз пришла у нас вот такая вот посылочка, весит почти 300 грамм, трекалась, пришла за 30 дней. Давайте её вскроем, посмотрим. Это у нас смарт-часы, то есть умные часы, ранее я её уже вскрыл, но не полностью. Видите, у нас тут всё ещё залеплено, то есть эти часы ещё никто ни разу не открывал. Давайте достанем, посмотрим, что у нас там внутри. Так, каким образом это у нас всё дело открывается. Вот такая коробочка, на ней есть какие-то характеристики, но, к сожалению, не все на китайском, поэтому я, честно говоря, ничего не понимаю. И также спереди у нас указано, какие языки тут есть, то есть у нас тут есть английский, русский, испанский и португальский, как я понял. Так, давайте вскроем, посмотрим. Вот такие вот у нас часики. Так, по-моему, называются они AirWatch R10. Давайте достанем всё, посмотрим сразу же, какая там идёт комплектация. Ну, тут комплектация совсем простая. Идёт инструкция, USB кабель и часы. Собственно, больше ничего в комплекте нет. Давайте их достанем, посмотрим, что у нас такие тут за часы. Вот такой у нас резиновый ремешок. Не знаю, какой этот силикон будет на износостойкость, но по ощущению очень-очень приятный силикон. Вот таким образом выглядят наши часы. Вот такой у нас циферблат, я думаю, его можно менять. Давайте посмотрим, что у нас там есть в меню. Вот такое вот меню. Представится всё очень быстро. Тут, как и по-моему, своя операционная система. Есть много всяких настроек. Можно по блютузу подсоединить к телефону. Даже вижу функцию камеры. Но это, скорее всего, управление камерой. Да, вот у нас, видите, как Android, iOS. Соединяем по блютузу. И при помощи часов мы можем фотографировать, когда у нас телефон находится на дистанции. Ладно, давайте посмотрим, какие ещё у нас тут есть. Как-то... А, вот таким образом выходят из всего. Есть пульсомер, но для этого, видимо, нужно надеть их на руку, поскольку датчик у нас находится сзади. Вот он. Давайте я одену и проверим. Я надел их на руку. Давайте попробуем измерить мой пульс. Кстати говоря, в комнате не очень-то и светло. Насколько вы видите, экран у нас тускловатый. Поэтому на солнце, я думаю, его будет вообще не видно. Ну ладно, давайте попробуем измерить мой пульс. Так, начинаем. И он, по идее, в течение минуты будет его высчитывать. Ну, вот пока что у нас по нулям. Что-то там мигает. И мой пульс 64-68 ударов. Насколько вы видите, опять же повторюсь, тут есть множество функций. Также у нас тут вставляется сим-карта даже. И с него, по идее, можно звонить. То есть, каким образом это сделано, непонятно. Я думаю, что, скорее всего, через Bluetooth гарнитуру, поскольку входа для наушников нет. И вообще я сомневаюсь, что в них есть какой-нибудь динамик. Ладно, давайте посмотрим. У нас тут есть настройки. Может быть, что-то можно поменять. Давайте попробуем увеличить. Так, это у нас время, когда у нас газ нет подсветка. Так, 50 секунд нормально. Так, какие еще тут настройки-то есть. Автотест. И, блин, не знаю даже. А, вот, можем, по-моему, выбрать язык. Давайте пробуем выбрать русский. Вот, ру. Длин, ребята, извиняюсь, я, честно говоря, не знаю, как тут сменить язык. Но, насколько вы видите, русский там якобы присутствует. Но это язык метода ввода. Кстати говоря, клавиша Back вообще очень плохо работает. Мне кажется, вообще не работает. Чтобы сделать назад, просто вот таким образом мы перелистываем. Очень удобно. То есть, мы куда-нибудь зашли, просто вот так делаем. И все очень быстро работает. Тут своя операционная система. Это не Android. И сделано все вполне неплохо, я так думаю. У нас тут также есть пидометр, будильник. Даже компас, по-моему, есть, да? Или что это такое? Да, компас. Не, вроде бы компас и работает. Но не совсем понятно, каким образом. Возможно, все и правильно. Может быть, я неправильно его кручу. Ладно, так. Что у нас еще тут? Это у нас пидометр. Например, шаги меряет. Можем указать размер шага, наш вес и очистить историю. В общем, тут ничего интересного нету. Но настроек больше, чем, например, даже вот в моем Mi Band. Ну ладно, давайте посмотрим еще, что у нас тут есть. Также, что это... Так, мы тут уже были. Далее, что у нас тут? Вот такое вот тут палатка какая-то нарисована. Это у нас, скорее всего, будильник. А, слежение за сном. Ничего себе. Тут тоже это есть. И при этом все встроено уже в часах. Не надо лазить в телефоне, настраивать. Например, опять же, как с Mi Band. То есть, в этом плане это будет поудобнее. Но, наверное, главный минус относительно, например, умных браслетов или других каких-нибудь часов подороже. Все-таки то, что тут будет аккумулятора хватать на 1, 2, может быть, 3 дня. Ну, точно не более 4 дней. Поскольку цветной дисплей очень много энергии кушает. И достаточно большой аккумулятор особо сюда не впихнешь. Хотя эти часы достаточно толстые. Кстати говоря, сколько вы видите, у них скошенные края. Прямо как на Apple Watch. Но, вроде бы, даже приятно. То есть, я не знаю, что тут рамка немного мешает. В целом, края скошенные и очень приятный дисплей. Кстати говоря, по центру есть вот эта вот якобы кнопка. Но, по-моему, она не рабочая. То есть, это у нас, опять же, сделано все для виду. Давайте посмотрим, как выглядят наши часы внешне. Сзади у нас находится пульсометр. Также тут у нас можно ставить симку, клайша выключения. Есть у нас разъем для USB, при помощи которого мы будем их заряжать. И также, скорее всего, это у нас вот тут динамика. Я даже, честно говоря, не знаю. Хотя это может быть специальное гнездо для того, чтобы крепить часы в магазине на ключ. Вот таким образом он не выглядит спереди. У нас тут вот такой резиновый ремешок. Он силиконовый, очень приятный на ощупь. Честно говоря, по-моему, такого силикона ранее я никогда не держал. Также очень много чехлов всяких видел силиконовых. У нас силиконом намного приятнее. И думаю, что в нем будет комфортно. Ну, в общем-то и все. Больше нечего тут смотреть. Насколько я помню, эти часы у нас влагозащищенные. То есть, дождя они не боятся. Ну, а у нас тут везде есть заглушки. Поэтому влага внутрь тут не попадет. Но, в общем, пока что часы меня даже немного удивили. Я думал, что они будут немного отступить. Но, сколько я вижу, неплохой девайс. И, кстати говоря, тут у нас единственная проблема только с дисплеем. Он тускловатый, а в целом все отлично. Надеюсь, что у этих часов хорошая автономность. Я думаю, 2-3 дня для них будет достаточно. Если меньше, уже будет плохо. Тем более, например, для примера, почему мало одного дня. Потому что, например, вы хотите следить за своим сном. Вы весь день ходите с этими часами. А на ночь вам просто ничего не остается. Как ставить их на зарядку? На руке вы их не оставите. Поскольку они уже будут разряжены. Толку от них будет немного. Поэтому, все-таки, одного дня вообще никаким образом вам не хватит. Но, в общем, насколько видите, вот такие вот часики. Давайте еще полазим, посмотрим, что у нас тут есть. Есть у нас калькулятор. То есть, как видите, сенсор у нас отлично вроде работает. Все работает быстро. Это меня больше всего радует. Поскольку ранее я держал смарт-часы. И они были туповатые. Ну, тоже китайские. И там все тормозило, лагало. При этом дисплей тут не самое плохое в плане разрешения. То есть, я лично пикселей не вижу. Не знаю, как это выглядит на камере. Но пикселей тут, как явных, не видно. Разрешения тут достаточно, видимо, для этого. Это только распаковка, ребят. Извиняюсь, поскольку к ней я не был готов. Я скоро вот уезжаю, тороплюсь. Но все-таки часики нужно открыть. Посмотреть, что с ними. И также, вот сейчас распаковка. И пока я буду в отъезде, я буду их тестировать. И думаю, что в конце у меня появится четкое о них мнение. Но пока что часики нравятся. Думаю, что с ними будет удобно ходить. Поскольку очень приятный ремешок. Сами по себе часики немного массивные. Есть пульсометр. И надеюсь, что хватает их хотя бы на 2-3 дня. Если так, то это вообще отлично. В общем, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это только распаковка. Обзор будет попозже, когда я их уже протестирую. Ну вот, пока что то, что есть. Честно говоря, мне по первым впечатлениям нравится. Единственное, что экранчик тускловато. Но думаю, что это не проблема. И в настройках, может быть, можно исправить. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки. И, в общем, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok